Красота спасет мир. И зачастую человек создает ее своими руками, как сделала видновчанка Наталья Курдасова. Она разбила прекрасный цветущий сад под окнами своего дома. Цветнику под окнами Натальи Курдасовой уже 15 лет. А все началось с куста пиона, привезенного с дачи. Потом посадила ирисы, лилии, хризантемы, несколько кустов сирени и жасмина. Здесь где ни копни, потому что по домам здесь либо кусок бетона, либо кусок асфальта. Плюс сама земля как асфальт, естественно. Столкнулась с вандализмом. Конечно, сначала было очень много безобразия. И воровали, и срывали, и срывали, и все делали. Сейчас все как-то ушло в прошлое. По очереди сменяющие друг друга в цветении растений – это возможность любоваться красотой полисадника долгое время. Начиная от гиацинтов и крокусов в апреле и до хризантем, которые цветут весь октябрь и захватывают ноябрь почти целиком. Но, несомненно, королевы сада – это розы, считает хозяйка цветника. И место они занимают соответствующее в центре участка. Несмотря на то, что розы – достаточно капризные растения, Наталье удалось вырастить на своем участке целых 10 видов. Особую сказочность саду придают фигуры животных, которые Наталья создает вместе с мужем из подручных материалов и в технике папье-маше. Появился ослик у меня сначала. Муж мне сделал. Потом лебедь. Потом черепахи. Потом он мне сделал мельничку. Тоже все из подручных материалов. Но свинюшку сделала, конечно, я сама. Можно жаловаться на неухоженный и серый двор, а можно самому превратить площадку возле дома в цветущий сад. Приятно. Приятно, когда люди проходят, когда благодарят, когда... Как-то питаюсь я, что ли, какой-то такой энергетикой хорошей от этого. В прекрасном саду побывали Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.